Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц. Играем мы с вами по 5 минут, это старый классический формат Блицушек с анализом после партии, которого вы так долго ждали. Ну и соответственно давайте попробуем играть. Играем против Филиппин. Е4, Е5, конь Ф3. Ну что ж, конь С6 и что попробовать? Итальянку или Шотландку? Ну давайте попробуем Итальянку. Слон С4. Итак, С5, С3. Проверим соперника на знание теории. Ферзь Ф6. Очень странный ход. Кстати, даже не знаю, как на него реагировать, но ход этот считается неудачным. Можно просто закончить развитие. Итак, заканчиваем развитие. Здесь сыграем просто H3, чтобы не было хода слон G4 неприятного. Так, ну а теперь можно B4, A4 накидывать. Так, все верно. Ну и что здесь у нас получается? Так, давайте пока слон B2. Необычная на самом деле получается Итальянка. И теперь я D4 могу провести, по-моему, так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все держится. Проводим D4. Ну, белые, мне кажется, могут быть довольны итогами дебюта. Единственное, что конь идет на поле Ф4. Это может немножечко быть неприятно. Но здесь вот есть какой-то B5. Тогда конь А5. Давайте сначала А5. Теперь B5. Вот таким вот образом попробуем поддавить. Грозит D5. Слон D7. Так. Если здесь А6 еще попробовать прорезать. Необычная, конечно, игра. Так. Взял он. Ну что, берем ладьей. Конь B8. Любопытный ход. Так. Я могу взять. И потом просто сыграть ферзь А4. Как он будет развязываться, интересно. Может быть, в какую-то ринется атаку. Конь F4, конь бьет H3. Но слабо в это верится. На конь F4 просто есть ход конь D2. А теперь ферзь А4. И задаю вопрос слону на поле А7. Что ты там делаешь? И коню на поле D7, соответственно. Рокировка теперь. Можно и ладья бьет А7. Ну да, конь F4. Единственная, наверное, какая-то возможность активной игры. Просто конь D2. Вы знаете, наверное, ничего здесь не будет у черных. На ферзь G6 даже конь H4 есть какой-то ход. Потом второй конь идет на поле F3. Сейчас мы с вами здесь должны просто все съесть. Да, ферзь G6 так и сыграно. Ну что, просто играем конь H4. Конь бьет H3, король H2. Ну а на ферзь G5 есть ход конь, значит, D, F3. Ферзь E6. Так. Ну, непонятно вообще, что задумывается. Конь бьет H3, что ли? Можно и конь F5, кстати, сыграть. Совершенно недурственный ответ. Там же будет грозить рокировка. Итак, играем конь F5. Грозит вилка на G7. Да, рокировка просто сыграна. Ну и что? И водя бьет А7. Съедаем слона. Хода Ферзь G6 нету. Ну а так пешка теряется еще. Король G7. Так. Ну и это уже какое-то, наверное, отчаяние. Хотя, почему бы и нет, да? D5 давайте задвинем еще. Да, здесь конь у нас выходит на поле G4 и на ферзь G5 конь F3. Все, крепко встали. Отлично. Так, остается лишь понять, не получу ли я где-то здесь мат. Неожиданным образом, да? Ну, вроде бы не должен. Давайте поедаем. Занимаемся поеданием пешек. Конь бьет H3. GH. Там, например, даже водя H8, если я просто коня съем. Там будет у меня везде ход конь F на H2. И, по-моему, все защищено. Да, вот он идет на этот вариант. Ну, а что ему, собственно, делать? Ну, и здесь я играю просто конь FH2. Все, все защищено. Конь висит. Конь C5. Ну, это уже, так скажем, агония. Съедаем еще и на D6. Съедаем еще на E5. И все. Ну, в общем, соперник здесь, конечно же, не прав. Здесь мы еще съедаем еще и коня. И соперник остался у разбитого корыта. Да, и соперник сдался. Ну что, здесь, мне кажется, получилась интересная партия, которую я провел. Давайте сейчас посмотрим на хорошем или нехорошем уровне. Встретимся с вами в анализе партии. Итак, здесь я играл белыми. E4, E5. Конь F3, конь C6. Слон C4, слон C5. У нас возникла итальянская партия. С соперником C3. Ну, и здесь соперник, конечно, вместо хода конь F6 удивил. Сыграл ферзь F6. Давайте вообще посмотрим, так играли. Да, кстати, так играли. То есть ферзь F6. И после этого мои познания в дебюте закончились. Можем, как говорится, подключать наш электронный помощник. И посмотрим. Ну да, естественно. Вот D4 даже, смотрите, показывает движок, что можно было сыграть D4. И несмотря на жертву пешки, потом E5. То есть вот таким вот образом после ферзи G6, CD. И не бояться никаких взятий на G2. Там просто ладья G1. Ну, а здесь, соответственно, мы видим, что белые опережают черных в развитии. Я же решил закончить просто развитие. Сыграл рокировка. Значит, D6. H3. Не допустил слона на поле G4. Ну, и сопернику надо было H6, наверное, сыграть. Здесь же он сыграл H6. Получил B4. Слон B6. А4. Ну, такой вот классический накат в итальянской партии, который встречается даже в практике сильнейших гроссмейстеров мира. Белые захватывают пространство на ферзьевом фланге. А6. Значит, слон B2 это уже такая импровизация. Мы видим, что позиция, конечно, у меня, у здесь, у белого короля могла быть слабая. Ферзь G6 был интересный ответ. Кстати, смотрите, двойной удар, между прочим. И на пешку на поле Е4. Ну, вот бесстрашный компьютер говорит, что после короля H1 ферзь бьет Е4. D4. Ну, вот здесь белый получает какую-то, видимо, компенсацию. Мне кажется, ход слон B2, конечно, с моей стороны был не очень удачный. Но, с другой стороны, если соперник меня запутывал, почему бы и мне не запутать соперника? Итак, после слон B2, конь ЖЕ7, соперник пытается завершить развитие. D4, верно. Конь G6. Значит, так. Ну, вот видим позицию в пользу черных, потому что вот у них вот есть вот эта вот самая вот возможность. Итак, А5. Слон А7. Б5. Все верно. Здесь я играл очень даже неплохо. АБ. Слон бьет Б5. Угрожает Д5. Рокировка показывает. Надо было просто сыграть. А еще была идея сыграть конь Ф4. Что так, что так. Довольно-таки хорошо, кстати. И там, смотрите, на коне Ф4, если, например, что-то делать, ну, как-то нужно развиваться. Пешка, видите, на поле Д4 висит. Если Д5, то вот здесь неожиданно ферзь Ж6. И начинаются страшные проблемы. Хода Ж3 нет. И непонятно, как пункт Ж2 держать. На Ж4 просто конь бьет А3. То есть здесь вообще уже позиция белых просто-напросто проиграна, оказывается. Видите, как можно было здесь быстро проиграть. Конь Ф4 заслуживал внимания. Слон Д7 было сыграно. А вот это уже не точность. А6 я абсолютно верно сыграл. Попытка вышибить так называемый... Прием так называемый вышибания табурета. То есть вышибания опоры. Итак, БА. Владя бьет А6. Ну, вот здесь уже видно, что фигурки начали у черных подвисать. Атаки у них уже не получается здесь никакой. Значит, конь Б8. Это, сами понимаете, если приходится делать такие ходы, то явно уже что-то не то. Сделали черный. Слон бьет Д7. Конь бьет Д7. И ферзь А4. Абсолютно верно. Теперь рокировки нет. Висит конь и висит слон. Ну, вот эту часть партии, мне кажется, я провел довольно-таки хорошо. Итак, конь Ф4, бросаясь в последнюю, можно так сказать, решающую контратаку. Угрожает конь бьет А3 где-то. Просто конь Д2. Подтягиваем силы. Ферзь Ж6. Ж3 можно было сыграть, но я сыграл конь Х4. Кстати, смотрите, конь бьет А3, был ход. Король Х2 и ферзь Ж4. Вот таким вот образом, кстати, здесь могли черные сделать еще, как говорится, какой-то шухер, да? Здесь, кстати, ничья даже была. Смотрите, ферзь Ф4, король Ж1, ферзь бьет А4. Владя бьет А7. Так, давайте посмотрим этот вариант до конца. Он довольно-таки интересный. То есть здесь черные без... Так, стоп, куда Вадья? Верните Вадью. Что с Вадьей? Почему Вадья залипла? Так, Вадья бьет А7. Значит, Вадья бьет А7. Вадья бьет... Значит, ферзь бьет А7. Рокировка. Ну и вот здесь, как мы видим, получается так, что слон на поле Б2 тупой. Король слабый. И черные здесь могут сделать вечный шаг. Ну, кстати, это компьютеру понятно, а вот человеку это совершенно непонятно. Почему здесь должен быть вечный шаг? А, угрожает еще и ферзь G5. Отыграть коня. Ну, в общем, здесь любопытная, опять же, была бы игра. Но соперник все это не видел. Он сыграл, значит, ферзь Е6. Получил ход конь F5 еще вдобавок. Угрожает еще и вилка. Рокировка. Ну и здесь просто Вадья бьет А7 с чистой совестью забрал фигуру. Вадья бьет А7, ферзь бьет А7. G6. Конь бьет А6. Ну, дальше уже доедание. Король G7, D5. Еще и ферзю вырезали все поля. Ну и здесь стало понятно, что никакой атаки у черных нет. А белые спокойненько все поедают. Ну и вот на такой вот жадности партия закончилась. Как вы видите, черные остались просто без штанов. Белые съели все и вся. Ну что ж, вот такая вот получилась любопытная партия. Если она вам понравилась, то поставьте ей много лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Блицушек. Ну а с вами был комментатор Олег Саламаха. Также не забудьте поставить уведомления о выходе новых видео. И еще хочу дать небольшое объявление всем тем зрителям, которые смотрят меня часто и досматривают ролики до конца. Так вот, сейчас в правом верхнем углу появится голосование. Я решил сделать... Как бы вам так объяснить? Так как на моем канале очень много рубрик, и я распыляюсь, я не знаю, что снимать для аудитории, попытаюсь подстроиться под аудиторию. То есть вы можете написать в комментариях ролик на какую тему. То есть по какой рубрике вы хотите видеть на моем канале. И, соответственно, спустя три дня комментарий, который наберет больше всего лайков, по этой самой рубрике я и сделаю ролик. Ну а также, соответственно, вы можете проголосовать. В правом верхнем углу сейчас вылезает подсказка. Там у нас возможностей меньше сделать, так как рубрик много о голосовании. Не так много вариантов. Поэтому я выбрал самые популярные рубрики на моем канале. И давайте, соответственно, посмотрим, какой будет результат опроса. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрите меня. Любите шахматы. Играйте в шахматы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok